всем привет здравствуйте девчата так сейчас мы вот так поставим чтобы нам было удобней сегодня мы с вами поговорим опять же про дизайны да ничего не меняется вот добрый день вот тут нам ирочка написала здравствуйте ирочка рады вам а вы нам тоже вероятно вот значит девчат сегодня у нас четверг как всегда в 2 часа дня мы с вами встречаемся чтобы сделать какой-нибудь незамысловатые дизайны значит и сегодня я тут вот посидела подумала-подумала дизайн конечно уже давно всем известный дизайн техника скажем так давно всем известная но как бы в преддверии зимних до зимнего времени года и у нас сегодня вы знаете прям так символично первый раз в этом году они в этом году уж не первый раз да у нас же этот год начался с января февраля я помню там где-то какой-то снег то все-таки у нас был в ростове-на-дону но вот именно этот сезон начала новой зимы да на носу у нас и у нас сегодня выпал первый снег просто и можно кстати так вот запомнить да сами себе 23 ноября в ростове выпал снег ну так тоненьким слоем лежит вот но и тем не менее так прям беленькие крыши беленькая дорожка поэтому вот сегодня вот навеяло такой вот вспомнить вариант снежных таких вариантиков вот рассказать о том что у нас есть очень интересный материал с помощью которого мы сможем делать такие дизайн это бархатный песок я думаю те мастера которые давно давно уже работают все это прекрасно знают уже этот материал вот но может быть есть новенькие мастера которым еще как бы вот не бросалось это в глаза вот поэтому давайте мы поговорим про этот материал так и вот к нам девчонки подключаются пока я тут 10 тысяч слов сказала таких знаете ни о чем да про снег в ростове и так далее ну понятно что как бы не всем это важно как говорится погода в ростове но и тем не менее значит сегодня с вами как обычно я наташка клюгина работаю в школе екатерина мирошниченко вот и по четвергам делаю с какие-нибудь такие незамысловатый дизайн для того чтобы просто облегчить мастерам жизнь когда мастера сидят на потоке когда у мастеров очень много клиентов когда хочется чего-нибудь эдакого они знаешь чего и все приходят на однотон но это не очень интересные клиенты иногда тоже держат своих мастеров тонусе и просят хоть что-нибудь но сделать поэтому я думаю что в принципе как бы как технику будете держать в голове ну мало ли но вдруг будет интересно как бы вам да и вы и клиенту тоже и вы сделаете я тут попробовала сделать просто да вот в однотонном цвете попробовала сделать даже с градиентом принципе мне понравилось прикольно даже вот уже сейчас смотрю на эти типсы и думаю можно было знаете как бы даже допустим там полосочки вытянуть чуть больше белого добавить так интересно будет стекать но на самом деле посмотрим сейчас мы сделаем на градиенте что было понятно как это сделать вот ну и конечно же проговорим технику так и я добавила в работу так это тоже просто песочком засыпан рисунок добавила в работу новые декорации которые вышли вот к новогодним праздникам так я сейчас подняла глаза на телефон тут просто девчонки с нами все здороваются здрасте здрасте привет девчата здрасте здрасте вилета галочка здравствуйте так всем добрый день здрасте здрасте девчата марины лены люди всем привет девчат и так значит что нам для этого потребуется цвет цвет ну во первых цвет может быть конечно же совершенно любым абсолютно любым так мне сейчас нужно как-то так сделать сейчас я секундочку о вот так подальше чуть-чуть вот и не потерять комментарии и но и в то же время значит я взяла девчат в основу гель-лаки которые были у нас по моему на прошлом в прошлом прямом эфире soulful morning это восемь оттенков пастельных таких вода и как бы можно как раз таки их задействовать в работу но на самом деле девчат я вам сейчас покажу что это можно сделать абсолютно с любыми цветами значит потому что песок мы можем насыпать с вами на совершенно любой цвет гель-лака или гелевой краски я вам расскажу что нужно будет сделать чтобы это все держалось подольше да чтоб не стирала с поверхности во время носки не стиралась об одежду и так далее да все равно где-то немножко подотрется да немножко там приходит как бы там через три-четыре недели уже в ней ну как бы такое покрытие становится да как бы не очень чистым красивым но в любом случае чтобы продлить эту жизнь мы сейчас об этом мы поговорим значит гель-лаки возьму такие ну вот еще у меня тут вот этот набор вот помните не помните from to dust есть такой вот набор можно какой-нибудь цвет взять из этих оттенков кстати тоже прикольно будет давать давать ее поярче просто будет не знаю хотите давайте вот основу будем основываться вот на таком варианте давайте ну потому что например уже пастельные оттенки из коллекции soft morning у меня есть вот розовенький голубенький сиреневенький давайте возьмем например такой 406 номер еще раз повторю любые абсолютно цвета абсолютно любые никакой паники никакой ничего так значит что нам еще потребуется непосредственно бархатный песок сейчас эту технику вязаных ногтей или вязаного маникюра или вязаного декора как хотите обзовите делают в абсолютно многие мастера и как бы не сильно заморачиваются у некоторых например нету допустим бархатного песка и девчонки работают с акриловой пудрой получается что на нового на готовых ногтях делают какой-то рисунок гелевой краской насыпают пудру и потом просушивают ради бога то есть техника это получается одна и та же но вот у истоков этой техники на самом деле стоит я не потому что девчат здесь живую работа потому что я знаю как это все рождалось вот и как екатерина николаевна делала первые дизайны насыпала на ноготь многое становился бархатистым там и так далее держала все это не стиралась с поверхности то есть как бы бархатный песок на самом деле придумала катя и вот я просто видела как это все происходило то есть это даже не по слухам это все было на глазах а вот значит бархатный песок продается вот в таких вот коробочках я пытаюсь найти сколько здесь грамм сейчас секундочку так как используется замечательно тут даже написано как использованы и так что такое бархатный песок профессиональный набор для дизайна ногтей бархатный песок значит по большому счету так 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 эми 20 грамм пластиковая коробка визитка там и хранить и так далее значит если вы откроете коробочку вот этот бархатный песочек здравствуйте танечка вот я глаза сразу подняла привет всем девчатам если вы вот эту коробочку достанем с вами из упаковочки я не буду ее раскрывать потому что у меня есть песок уже в открытом виде значит что мы здесь можем увидеть внутри коробочки пластиковый лежит карточка до лежит щеточка видно девчат и лежит как бы пис в этот пакетик с песочком вид у него конечно неоднозначный в пакетике там лежит чего-то вот но это бархатный песок я знаете как бы как просто говорю про этот материал это грубо говоря заполимеризовали гель в лампе и прокрутили на мясорубке ну по большому счету то есть кусок гель-лака заполимеризована прокрутили на мясорубке бархатный песок в компании компании эми он один-единственный никаких других цветных баз бархатных песков у нас нет он один-единственный и на первый взгляд вот когда его большое количество в пакетике он кажется вот таким вот ну как бы белым да таким молочным немножко на самом деле частички практически полупрозрачные и они приобретают цвет геля на который вы сыпите то есть если вы рассыпите бархатный песок на розовый гель он станет розовым если вы насыпете на синий гель он станет синим насыпите на черный он станет черным то есть как бы песок приобретает цвет гелия и вот кстати вот хороший тот момент увидела видите было желтое покрытие цветное покрытие просушили, закрыли топом, и потом уже на готовый ноготь гелевой краской нарисовали цветочки, засыпали песком и просушили. То есть получается, это материал, который используется только на готовых ногтях. То есть ногти, которые уже покрыты топом. Причем, можно как бы использовать бархатный песок и на глянцевой поверхности, и на матовой. Больше эффект, ну то есть как бы эффект вот именно таких теплых ногтей, там я не знаю, там каких-то узоров теплых, конечно лучше все-таки смотрится на матовом, покрытие, но это абсолютно ничего не значит. Мы можем с вами рисовать и на глянцевой поверхности без проблем, это точно так же. Ну понятно, что на матовой поверхности дольше простоет, на глянцевой поверхности чуть-чуть быстрее сотрется, особенно если рисунок будет близко к торцу. Но ничего нет вечного. Ну не бывает так, девчат, что вот типа там насыпал и все, и ходит там супер-пупер. Тут вот ничего не делаешь, черный френч рисуешь, и то умудряется, то там где-то облезть, то еще где-нибудь что-нибудь. Ну это ж такое дело искусственное. Так, добрый день, очень крутой материал, уже несколько лет в работе, как будто не тратила еще. Да, его хватает надолго, спасибо Галочка за поддержку, покупала 7 лет назад, наверное, а то может и больше. На самом деле, да, я в свое время помню, когда Катя Немерченко рекламировала, ну это как бы материал, да, для дизайна ногтей, говорила, что это в принципе одноразовая покупка. Ты вот один раз купил, и примерно до 120 лет твоих, да, и там трудовой деятельности до 120 лет точно хватит, потому что расходуется минимум. У меня тоже есть такая коробка, я не буду просто открывать новую с вашего разрешения, с вашего позволения. Вот, значит, это мы вернем в магазинчик, вдруг кто-то купит. Кстати, тут на этикеточке вязаные ногти нарисованы, видите, прикольно, да, даже на коротеньких ногтях как красиво смотрится. Так, я упакую обратно. Так, сейчас мы обладателю пошлем привет в этой коробочке. Так, вот так вот выглядит. Понятно, что упаковка менялась с годами, да, там ребрейтинг же был, то мы были все такие розовенькие, то теперь мы вот такие вот фундаментально черно-белые, прикольно смотрятся. Вот, и, значит, вот у меня есть коробочка открытая, видите, тут карточка, и вот здесь вот как раз-таки вот этот песочек лежит, видите, он такой забавный-забавный. Тут вот очередной вариант дизайна. Сейчас остряхну немножко. Очередной вариант дизайна, видите, вот так вот какие-то там маленькие такие зигзаги, да, такие зигзаги нарисованы, то есть нарисованы серой гелевой краской и насыпан песочек, песочек стал цвета геля, и получается цвет в цвет, да, покрытие получается, прикольно смотрится. То есть как бы вы насыпаете на ноготочек, насыпаетесь, и потом щеточкой обратно счищается, то есть щеточка в комплект входит, правильно же? Да, правильно. Я же не слышу, как вы мне отвечаете. Приходится отвечать самой. Самое ужасное, что я сейчас тебя поймала на мысль, что у меня на столе нету щеточки. Но ведь она же у меня была. Ну ничего, ладно, в процессе найдется. Правильно же? Правильно. Так, девчонки. Так, пока отставлю в сторону. Значит, бархатный песок поговорили. Материал, который используется в дизайнах на готовой поверхности, на готовых ноготочках. Так, теперь. За последнее время, что у нас вышло нового? Новый Нелкруст. Новогодний. Видели, наверное, уже, да? Так, мы сейчас попытаемся даже прочитать. Ой, к сожалению, не вижу, девчат. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ага, все, нашла. Где написано, нашла. Душевный вечер. Душевный вечер, новогодняя атрибутика. Ну, я как-то тут девчонкам как-то показывала. Мне кто-то даже сказал, что, типа, ой, ну, что-то так одно по одному, одно по одному. А что бывает другого в Новый год? Ёлки, шарики. Все то же самое. То есть, по большому счету, цветная гамма меняется. Там, я не знаю, как делали, там, не знаю, золотые, серебряные, красные ногти на Новый год. Так и буду делать. И когда по телевизору вам расскажут, что в год дракона надо там и такие сякие там ногти делать, и серо-буро-малины. Все равно все будут делать то, что ему нравится. Поэтому, ну, ради бога, кто-то придерживается, а кто-то нет. На вкус и цвет товарищей нет, но я считаю, что атрибутика к Новому году, она всегда примерно одна и та же. Вот это прикольно. Мы на прошлый четверг добавляли вот эти звездочки. Мне, в принципе, очень понравилось. Сейчас под руками нету этих типсиков. Красиво смотрятся вот эти вот. Прям неожиданно для меня. Так, его хватает надолго. Ага, Наташечка, подскажите, пожалуйста, не планируете ли, Вера, никуда провести эфир по новинкам, лечебным, восстанавливающим? Сейчас вот, Танюш, вы задали этот вопрос? Все правильно, девчата, вы задавайте вопрос. Если я не знаю на него ответ, я вот, допустим, сейчас не готова на него ответить, менеджеры все наши видят и обязательно вам ответят, обязательно, то есть, как бы, прокомментируют ваш вопрос. То есть, как бы, и пожелания обязательно передаются Вере. Вы же знаете, Вера и Катя, они такие очень лояльные к этому всему. То есть, как бы, самое главное, тут же пытаются сразу ответить на любой запрос. Итак, объемные картинки у нас. Вот два варианта, девчата, такие вот звездочки и вот такие вот новогодние атрибутики. Так, и еще вышли новые буквально вот тут вот два дня назад продекламировали у нас. Сейчас я вам покажу. Вот они. Микки Маусы с колпачками. Вот тут вот молния типа, и он там вылазит оттуда. Прикольные надписи кайфовые, да, надписи я вообще сильно люблю. Тут такой Дед Мороз, вау-вау-вау, такой в очках прикольный. Машина с елкой едет. Так, и вот такие вот прикольные тоже. Мэри Крисмас, Новый год, значит, Деды Морозики вот такие прикольные. Ну, мы, конечно же, вот, ой, какой прикольный лав. Причем лав, видите, с леопардовыми пятнышками. Видно вам, не видно? Ну, я думаю, что, может быть, уже кто-то и прикупил. Так, как называются? Давайте. 122-й, миссия Рождество. Это вот Микки Маусы такие в клеточку, елочки в клеточку. Прикольные очень прикольные. 122, миссия Рождество. Так, и 123-й, нескучный праздник. Прикольный тоже, да, у нас обзор с вами получился такой классный. Так, убираем. Все, значит, поехали. Типсик беру и говорим про песок. Про песок. Ну, во-первых, хочется сказать, что, а если вдруг вы не хотите делать никакой вот вариант вязки, допустим, да, такой песочной. Вот видите, я тут сделала, я просто постаралась делать разные варианты. Здесь вот сердечки, здесь вот такие округлые косы, здесь такие вот из двух ниток косичка, здесь из трех ниток косичка, здесь одна шире и звено, другое уже. Здесь звездочки, здесь галочки, здесь зигзаги. Ну, на самом деле, попыталась все по-разному. На самом деле, техника-то одна и та же. Просто попыталась по-разному изобразить эти самые всякие там вязки, да, на самом деле можно в Яндексе или где-нибудь в Пинтересте открыть там вязанный маникюр. Там столько вываливается. То есть, если не знаешь, какую косичку там нарисовать, а я вам сейчас просто покажу чисто технически, как это сделать легче. Так. Если вы, девчат, собираетесь сделать полностью ноготь бархатным. Ну, давайте, полностью ноготь бархатным. Такой ликбез. Значит, на просушенную поверхность, на просушенную поверхность. Я имею в виду на просушенную поверхность базы, да. То есть, сначала вы наносите базу, просушиваете, и дальше вы наносите цветное покрытие. Ну, я уже сказала, что можно взять абсолютно любой цвет. У меня на образцах пастельные оттеночки из коллекции Soul Folk Morning. А вот сейчас, например, взяла цвет поярче, чтобы было лучше видно. Это коллекция у нас была From Down to Dusk, да, с моим английским языком, только названия такие читать. Так, и я взяла, вот прикольно, мне нравится, 406 номер. Такой яркий получился цвет. На самом деле, мы делаем такой самый-самый простой вариант. Вот, и говорим о том, что если я хочу, чтобы поверхность ноготочка была полностью бархатная, как бы это лучше сделать? Значит, смотрите, девчат, я тут пробовала, экспериментировала. Значит, первый слой вы, конечно же, просушиваете 30 секунд, а второй слой мы будем не просушивать, будем сразу на мокрый слой насыпать. То есть, если вы хотите, чтобы поверхность ноготочка была сделана бархатным песком, то есть, никакой топ нам будет абсолютно не нужен. То есть, второй слой цветного покрытия, это и будет являться верхним покрытием. Знаете, как такая декоративная штукатурка сверху ногтевой пластины. Единственное, что бы я, например, сделала, может быть, кто-то возьмет на вооружение, я просто так пробовала делать на клиенте. Я взяла и добавила немножечко эмпасту, чуть-чуть. Ведь эмпастой мы же не покрываем ногти, правильно? Эмпастой мы не покрываем. Эмпасту мы используем как краску для рисования. Так вот, значит, если пользоваться, я сейчас просто взяла капельку эмпасты, добавила и смешала с капелькой гель-лака. Значит, и у меня цвет, естественно, да? Ой, можно чуть-чуть побольше цвета, а то я прям переборщила, пока лялякала. Значит, чуть-чуть добавила эмпасты, то есть, в гель-лак. Естественно, вы смешиваете, и гель-лак получается несколько плотнее, правильно же? Но при этом для покрытия как бы можно будет его использовать без созрения совести. То есть, цвет просто становится такой, вернее, цвет становится понятно, что чуть-чуть светлее. Вот, но получается так, что вязкость у него будет более густая, да? Он не будет таким жидким, как гель-лак. Так, и мы теперь наносим. Ну, понятно, что цвет будет чуть-чуть меняться, потому что у нас с вами все-таки белый цвет, да? Выбелил наш основной цвет. Вы наносите гель-лак. Вообще, лучше всего бархатный песок держится и как бы погружается, больше погружения как бы на поверхности гель-лака. Но сейчас, ой, простите, гель-лака, гелевой краски, конечно. Гель-лак – это более жидкий материал, да? Гель-лак, гелевая краска – это более густой материал, а эмпаста – самый густой материал. Вообще, в чистом виде эмпасту мы для покрытия, конечно же, не используем. Вот, и самый лучший вариант – всыпать песок, конечно, лучше всего на гелевую краску. Она не такая жидкая, но не такая густая, как эмпаста. И вот сейчас я просто сделала так, чтобы гель-лак, да, как бы чуть-чуть загустел за счет эмпасты, и тогда покрытие будет более стойким. Потому что гель-лаки – это пористый материал, это мягкий материал. И, конечно же, песок, который вот эти вот будут, фракции оставаться как бы на поверхности, будет быстрее затираться, потому что гель-лак – это мягкий материал. А добавив немножко эмпасту, материал становится чуть-чуть жестче, да, от первоначального своего состояния. Вот, и теперь мы просто начинаем сыпать песок. Значит, сейчас, скорее всего, кто-то заметил, я не знаю, видно, не видно на камере, но есть такое легкое мерцание в песочке. На самом деле, песок, когда вы откроете, если или у вас стоит, или, может быть, купите, приобретете, будете им работать всю зиму, на самом деле, как бы, он не блестит, он не блестит, он просто матовый, и все. Но, опять же, кто вот старые мастера помнит, есть такой замечательный, такая замечательная пыль, называется это полупрозрачная пыль номер 24 с золотистым отливом. То есть, как таковой цвета пыль не имеет, а имеет только отлив такой золотистый. Вот, и я просто взяла и вот таким вот образом добавила номер 24 с золотым отливом. Взяла и вот так вот в песок насыпала. Я просто уже успела насыпать до этого, когда делала дизайн, да, когда готовилась. Еще раз, значит, полупрозрачная пыль есть у Эмия номер 24 с золотым отливом, номер 25 с голографическим отливом, номер 31 с зелененьким отливом. И, конечно же, самой все-таки популярной остается это 24-я пыль, которая, знаете, вообще, пыль полупрозрачная всех времен и народов. Раньше мы в топ насыпали, можно было добавить какие-нибудь гели, только если они были не на основе белого, потому что не видно становится. Вот, поэтому, как бы, такое мерцание получается очень красивое. Нарисовали гелевой краской альпийский снег. Значит, скажите, альпийским снегом, например, когда рисуешь френчик, сушишь буквально френч 5-10 секунд, втираешь пигмент. Ой, простите, пигмент. Вот эту полупрозрачную пыль номер 24 просушиваешь и закрываешь топом. Мерцание просто обалденное. Я помню в свое время, когда работали в салоне, вот здесь у нас на Лермонтовской, в Ростове, эта полупрозрачная пыль номер 24 уходила прям практически ведрами, можно так сказать. Самая популярная пыль была, есть и остается. Если сейчас вот напомнить мастерам, то очень красивый получается эффект покрытия. Так, ну и мы с вами добавили эту номер 24 пыль. Девчат, можно было, конечно, без нее, но просто смотрится оно интереснее. Я думаю, что камера, может, немножечко все-таки передает вот это вот мерцание. То есть песочек получается с мерцанием. Можно не весь, например, да, допустим, пыль, ну, не весь песок использовать для этого. Можно отсыпать куда-нибудь в маленькую коробочку, сделать и с блесточками, и оставить также без блесточек, да, потому что есть же клиенты, которые любят, когда все блестит, а есть клиенты, которые не любят, не любят это дело. И вот сейчас у меня очень хорошо видно прям вот этот блеск, да, но я, конечно, переусердствовала. Я вчера насыпала, сегодня еще добавила. Так, девчат, ну, все видели, что я вот так вот карточкой насыпаю, насыпаю, насыпаю. Что хочу сказать? Значит, конечно же, в гель-лак хорошо быстро погружается песок, и вот эта фракция, вот, ну, знаете, как бы след от песчинок остается очень хорошо, и поверхность получается такая, эффект бархата. Вот, ну, как бы, день-через два все это дело становится мягким, то есть абсолютно, ну, как, не царапается, ни колготки, ни в коем случае вашим клиентам, конечно же, не порвет. Так, и когда вы насыпаете один слой, второй, третий, каждый последующий слой прибивает предыдущий слой, да, поверхность становится наиболее насыщенной вот этой вот фракцией песочной. Значит, мы просушиваем с вами, девчат, в лампе. То есть, если хочется сделать полностью весь ноготь, можно гелевой краской покрыть один слой, просушить, а на второй мокрый слой насыпать песок и просушить уже гель вместе с песком, и получится бархатный эффект. Так, это у нас целиком ноготь, да, но мы, конечно же, поговорим с вами про градиенты, плюс еще рисунок, да, какой-то. Значит, возьмем сейчас типсик, девчат, секундочку, прикрепим на поверхность, что-то я пока лялякала и забыла. Так, давайте сделаем градиент, смешаем, например, белый цвет, да, потому что белый цвет зимой – это самое классное, что есть. Пока начну делать покрытие и поговорю про песок еще раз. Вот мы сейчас песок насыпали, да, на гель-лак, который чуть-чуть подмешали с эмпастой. Значит, сушить, девчат, сушить нужно будет, ну, 2 минуты – это минимум. Надо хотя бы 2-3 минуты просушить, потому что все-таки же процесс полимеризации, получается, чуть-чуть затрудняется за счет песка. Поэтому лучше просушить песочек, который вы насыпали на гель, чуть подольше, да, минутки 3. Так, вон галочка написала, что в отдельной баночке стоит. Да, то есть можно в часть песочка, например, смешать с блесточками, прикольно получается. Только у вас очень мелкими, не надо с крупными, а то испортите только. То есть как бы мелкие-мелкие. Так, ну а мы с вами делаем градиенты, заплетаем косы вязальные такие, да, на поверхности градиента. Итак, быстренько смешиваем середину, да, мы уже, в принципе, говорили сто раз про градиент. Кисточка для градиента у нас, девчат, есть номер 4. Она у нас одна единственная, никаких других кисточек у нас нет. И прежде всего, чтобы сделать градиент, я смешала два цвета между собой посередине. То есть я верхний цвет опустила вниз на нижний. И теперь аккуратно кисточку вытерла в салфеточку. И теперь аккуратненько начинаем двигаться кисточкой туда-обратно, чуть ниже. Туда-обратно, чуть ниже. Туда-обратно, чуть ниже. И пусть хоть Дед Мороз в дверь войдет, мы с вами не должны прерваться от начала до самого конца. Доходим до конца, и понятно, что много претензий к себе, что вроде бы все понятно, как делать, а тут что-то прям какие-то погрешности на погрешности. Ничего страшного, девчат, на самом деле не случится. Тем более, что у нас еще сверху будет рисунок, на который мы будем насыпать пыль. Но я просто пройдусь еще разочек. Наша задача, на самом деле, в первом слое добиться плавного перехода цвета, чтобы не было резкой границы. Хоть мы и рисунок будем сверху делать, но все равно же хочется, чтобы работа была аккуратной. Поэтому доходим от начала до конца. И, в принципе, задачу, которую я себе поставила, в принципе, все получилось. Нет резкой границы. Просушиваю 30 секунд. Просушиваем 30 секунд. И судорожно, девчат, я сейчас... Пока сохнет мой предыдущий вариант, просто песочный, пытаюсь найти на столе. Очень странно, нету щеточки. Ну ладно, сейчас найдем. Кисточкой стряпнем тогда все точно. Так, просушиваем, девчат, и обязательно делаем второй слой, да? И второй слой точно так же. Значит, я использовала белый цвет, девчат, белый лотос, да? То есть 001. Герелак всем известный. И еще раз повторю, что взяла такой рыженький цвет из коллекции From Down to Dusk. Это номер 406. На самом деле, девчат, любые цвета, которые намешаны на основе белого, очень классно смешиваются с белым цветом. И вот какой бы вы цвет не смешали с белым, на Новый год белый цвет вот с блесточками всегда будет актуально. Правильно? Как снег на самом деле. Снег, метель и так далее. Так, а мы с вами пока наносим второй слой. Второй слой старайтесь наносить очень тонким слоем. Очень, 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 очень. Все, прижимаем кисточку, аккуратненько распределяем герелак по поверхности. Может быть, кто-то работает еще на гелевых красках, да? У меня, например, фаворит гелевых красок плотно ложится в один слой. Градиент делается из гелевых красок вообще изумительно. Так, смешиваем, девчат. Все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз смешали. Кисточку вытираем и двигаемся от кутикулы вниз к свободному краюшку. Цвета несложные. В принципе, я думаю, что у нас за два слоя все красиво получится. На самом деле, как бы, можно ли или нет три слоя нанести? Да почему нельзя-то? Можно. Просто вы не столько потратите материалы, сколько потратите время. Поэтому старайтесь все-таки все покрытия делать в два слоя, да? И неважно, с градиентом, без градиента. Все покрытия всегда в два слоя. Ну вот, смотрите, я прошла второй раз и получилось очень даже симпатично. И нету резкой границы между одним цветом и вторым. Так, девчат, я пока вот этому типсику верну. Ну, смотрите, обратно вернула коробочку. Искала тут щеточку у себя на столе. Не нашла, не буду подпрыгивать, чтобы время не тратить. Вот, и просто стряхну песок любой кисточкой, которая у вас есть в работе. Все, все стряхнуло. И получается, видите, такая вот бархатистая поверхность. То есть, никаким топом покрывать не надо. То есть, получается у нас с вами дизайн. Вот, видите, с мерцанием таким получился. Это за счет того, что мы насыпали вот этот полупрозрачный пыль номер 24. Еще красиво будет смотреться номер 25. Она голографическая. Будет под все цвета вообще подходить. Ну, кто любит дорого-богато, под золотые украшения прикольно получается. Так, мы сейчас тем временем его типсик этот сюда вернем на этот. Вот, и продолжим. Видите, бархатистость. Больше блесточек, потому что вчера я чуть-чуть насыпала в песок. Сегодня, конечно, уже у вас на глазах тут оторвалось по полной. Так, ну что, будем делать вязанный маникюр на готовой поверхности. Уже говорила о том, что это может быть матовый топ, это может быть глянцевый топ. Не важно, какой вам больше нравится. Мне кажется, все-таки эффект больше достигается вот этой вот теплоты, мягкости, пушистости все-таки на матовой поверхности. Поэтому я возьму вельвет топ. Он у нас один-единственный, без липкого слоя, быстро сохнет. Вот, и как бы на нем будет разворачиваться все дальнейшее действие. Так, закрываем топом. Ничего не добавляю. То есть градиент сделала. Покрыла. И, конечно же, просушила. Пока сохнет наш матовый топ, девчат, значит, мы с вами подготовим теперь гель, которым будем рисовать рисунок. И вот как бы вам не показалось странным, я предлагаю. Ну, я уже говорила, что бархатный песок – это материал, который как бы делается дизайн на готовых ногтях. И бархатный песок можно насыпать и на гель-лак, и на гелевую краску, и на импасту. Ну, импаста – это гелевая краска без липкости. Так вот, девчат, гель-лак – это самый жидкий материал, и им неудобно рисовать. То есть если я сейчас возьму и начну рисовать цвет в цвет, да, будет прикольно, да, будет классно. Но пока вы нарисуете косичку какую-нибудь вязальную, оно все стекается, растекается, сливается, и это жутко бесит. Если, например, взять, например, импасту, подобрать какой-то цвет, да, допустим, то импастой рисовать, конечно, легче. Он не плывет, не течет и стоит там, где вы споставили. Но, другое но. Песок очень плохо, он остаётся только на верхнем слое импасты, на гелевой краске без липкого слоя. Вот только, ну, он, конечно, просохнет, и даже будет эффект достигнут, но он так быстро сотрётся, потому что он не проникает вглубь, потому что материал очень густой. Самый идеальный вариант – это, конечно, гелевые краски. Ну, вот раньше, помните, был чёрный тюльпан, да, миллион было гелевых красок цветных. Вот это самый, ну, как бы, лучший вариант. Почему? Потому что гелевые краски не такие жидкие, как гель-лаки, но не такие густые, как импасты. Вот, наверное, я как… Слушайте, я когда говорю все эти названия гелий, мне кажется, что я с какой-то… с Марса свалилась, знаете, вот это Текстон, Теклос, Ультрашайн, гелевые краски, бархатные… Ну, короче, да, я надеюсь, что вы меня понимаете. Так вот, девчат, чтобы не искать… Ну, нету, например, у вас там гель-лаков неудобно, а импасты нету, да, ну, что густая. Так вот, вы можете просто белую импасту смешать с гель-лаком. Вы можете просто с помощью капли белой импасты гель-лак сделать, ну, во-первых, первое, чуть плотнее, второе, чуть светлее, чем фон, и это будет на самом деле круто, это будет лучше всего видно, потому что когда цвет в цвет, очень сильно сливается. А когда рисунок получается, значит, чуть светлее, чем фон, вот, этот рисунок будет смотреться более объемно. И чтобы было удобнее рисовать, я с помощью импасты смешиваю, да, то есть этот материал, он уже не будет таким жидким, как гель-лак, то есть импаста же намного гуще, и получается материал, видите, прям вот гуще-гуще. Так, и теперь мне нужно сделать, возьму, нет, тут вот есть тюбик с альпийским снегом. Альпийский снег, да, гелевая краска с липким слоем, можно как раз-таки ее задействовать на поверхность, например, чтобы не гель-лак смешивать с импастой, а можно гелевую краску взять. Ну, на самом деле, кому как удобно, и какой-то мне нужно будет сегодня какой-то переходной момент. Вот, значит, можно рисовать гель-лаком, можно рисовать гель-лаком, просто гель-лаком хуже всего, почему? Потому что течет, вот в чем проблема, а все-таки рисунок довольно-таки кропотливый должен получиться, правильно же у нас, в виде вязаной косички, поэтому мы сделали его чуть гуще, чуть гуще. Так, я взяла кисточку, сейчас, девчонки, 5-0-линеарная, тоже всем известная кисть. Ой, у меня уже тут подтерлась, хотела быстро номер показать. Подтерлась все. Итак, значит, и мне нужно сделать, например, вот этот же цвет еще чуть-чуть светлее, потому что мы же на градиенте делаем, правильно? Да, правильно. Все, поехали. Так, давайте что-нибудь такое не сильно замысловатое, правильно же? Начнем с белого. Начнем с белого. Так, ну давайте, например, вот такую какую-нибудь косичку сделаем. Так, во-первых, мне нужно четко по центру. Ну, нужно, ну а там как получится, правильно же? Хотела. Ага, вот так. Поправлю немножко телефон. Все, вот она, видно, цвета. Убираем, потому что из-под телефона неудобно. Так, все, поехали. Можно придумать какую-нибудь вот такую. Мне очень нравилось. В свое время давно уже уже такие дизайны делали. Давайте прямо я даже пошире сделаю. Прям, например, парочку линий пошире. Так, наклонила немножко на себя типсик. Девчата, сразу заранее прошу прощения, если вдруг где-то перекос какой-то пойдет. Ну, уж так, если позориться на камеру, да, так по-праздничному, скажем так. Так, две пошире, например, полосы. Я до этого делала эти дизайны чуть потоньше. Чуть потоньше пришла все-таки к выводу, что надо делать все-таки потолще, чуть-чуть линии. Они тогда интереснее смотрятся. Так, перехожу на цветные. Взяла, значит, уже цветной, да, получается, гель-лак смешанный с эмпастой. И чуть уже темнее еще. Шире уже полосочки, шире уже полосочки. Так. И доделываем теперь до конца аккуратненько широкую линию, да, вот такую побольше, которую размера соединяем, с маленькой. Так. За счет того, что это эмпаста смешана, девчат, с гель-лаком, он не так сильно растекается, не так сильно разбегается во все стороны. Ужасно неудобно под камерой, но под телефоном смотрю через телефон немножко линии прям так. Ну, сам принцип нам самое главное, правильно же? Надо было расстояние чуть побольше оставить, но ничего страшного. Так, от белого к такому, к персиковому цвету, да? Так, и можно опять же полосочки начать с белой. И сюда тоже белая. Попрошу клиентку пальчик перевернуть. А здесь продолжим. Отсюда более темный цвет. Правильно же? Да, правильно. Пусть соответствует. И что-то среднее, да? Нам нужно соединить белую с основным нашим цветом. И здесь тоже. Никогда не поздно чуть-чуть добавить. Так. Наискосочек. Здесь будет тоже сбоку бархатный песочек лежать. Тут сбоку уже не принципиально. Самое главное по центру, да? У нас такой довольно-таки крупный рисунок получился. Так. И перехожу на чистый цвет. Можете в середине вот этой вот самой большой части там допустим поставить какие-нибудь точечки. Они тоже заполнятся немножко. Песчинки упойдут. Так. Здесь смешанный цвет получается у нас. Так. Тут чуть-чуть светлее, но почти в чистом виде. Так. Нарисовали косичку такую плетеную. Вот. И, естественно, засыпаем все это дело бархатным песком. Девчат, если бархатного песка нет, эту технику можно сделать с акриловой пудрой. Просто акриловая пудра, она намного мельче, чем частичка бархатного песочка. И получается такая поверхность, такая матовая, выпуклая поверхность на самом деле получается. Принцип один и тот же. Ну, частички, конечно же, разные. Тут такие, он более ощущается, скажем так, вот эта бархатистость его, нежели, допустим, акриловая пудра. Вот. Ну, если акриловая пудра есть, почему? Можно запросто и заменить. Так. Просушиваем. Просушиваем, девчат. И лучше всего сушить две минуты. Это минимум. А лучше просушить три-четыре минутки. Так. Этот вариант у нас уже тоже будет готов. Давайте мы сейчас сделаем вариант, в который добавим, например, слайдеры. В какой момент их нужно добавить? Сейчас мы разберемся с этой ситуацией. Так. А пока мне нужна типсинка. Сейчас мы прицепим ее на поверхность, девчат. И начнем, например, вот такой вариант. Чуть-чуть беленького. Давайте вот так, например, да. Можно определиться, какую картинку мы с вами добавим, и это будет такой новогодний вариант. Ну, давайте какую-нибудь там веточку, например, да. Вот, например, вот такую какую-нибудь штучку-дрючку можно сделать. Да, предлагаю. Давайте веточку вот такую длинненькую. Вот тут вот есть ягодками. Здесь вот какая-то ягодка, плюс еще колючечки интересно смотрятся. Я уже делала такой вариант. Смотрите, свечи у меня тут такой, новогодняя такая композиция со свечками. Тут новогодняя композиция с шишечкой. Вот, вот можно вот такой какой-нибудь вариант. Так, ну, а я, например, сделаю это, например, под веточку. Окей. Значит, замечательно. Так, беру белый гель-лак. Итак, еще разочек. Белый гель-лак, это у нас с вами 001. Белый лотос. Ну, на самом деле, может быть, гелевая краска, у кого-то есть альпийский снег. Так, значит, получается, я часть ноготочка сейчас, большую часть, конечно, оставлю под цветное покрытие. Так, пока это вот так. Здесь будет у меня такая новогодняя веточка. Можно немножечко подправить вот эти уголочки, чтобы четко, ну, как четко, просто, чтобы видеть угол, куда нам нужно будет. Так. И еще вот так, девчат, сейчас вам покажу. Мне нужно будет вот так, вот сюда добавить, да, и вот сюда. То есть, вот эту часть еще закрасить тоже белым. Можно будет взять любую кисточку, которая вам будет удобна. Почему взяла белый? Да потому что с белым все цвета сочетаются. Сильно, знаете, думать долго не надо. Не знаешь, с каким цветом сочетать? Сочетай либо с желтым, либо с белым, потому что самых два ходовых цвета это желтый и белый, как мне показалось бы это странным, потому что желтый цвет самый теплый цвет. Может быть, он зимой и ни к чему, но летом считаю, что самый безнезаменимый вариант. Так, все, белый фон. Просушиваем. Так. Просушиваем, просушиваем. Так, ну а здесь у нас, конечно же, все высохло уже, девчат, достала из лампы и кисточкой все смахнуло. Хорошо бы даже жесткой кисточкой, девчат, ну вот не нашла сейчас под руками щеточку, поэтому смахну тем, чем что есть. Все, оно получается бархатное и это у меня такая довольно-таки крупная вязка получилась. во-первых, первое, чтобы было лучше видно, второе, конечно же, не очень удобно под телефоном. Когда он дома сидишь, у сипуси делаешь, оно все такое тоненькое, аккуратненькое получается. Так, и тем не менее, вот у нас вот такой свитер, да, и сейчас мы с этим же цветом какой-нибудь третий вариант сделаем, причем посочетаем с какой-нибудь, с какой-нибудь декорацией. Так, ну и цветное покрытие, правильно, сразу добавим? Цвет может быть любым, абсолютно любым. Так, здесь, и давайте еще, да, сердечки летят, так приятно, когда летят, когда ругают, конечно, неприятно, когда сердечки летают, так хорошо на душе. знаете, когда вот смотрю через телефон, сейчас вот тут вот с правой стороны от телефона пытаюсь боковым зрением. Надо на самом деле, вот будут у нас бесплатные мастер-классы, вот эту тему, конечно, что-то так давненько мы не вспоминали про бархатный песок, надо будет, конечно же, несправедливо, скажем так, отложили в дальний ящик, где на самом деле тема прикольная получается. Так, все лишнее убрала. Видно, девчат, вот такой вариант. Так, и помните, не помните, вот раз уже я пошла сегодня по вспоминанию, бархатный песок вспомнила, может кто-то вспомнит, девчат, может быть, там махнете рукой, помните, был такой замечательный набор конфетти. Сейчас, по-моему, отдельно продаются еще гелевые краски из этого набора. Вот, и можно прикольно добавить какие-нибудь, у меня тут осталось, знаете, прям вот много-много использовали, там практически вот на дне, и очень классно, вот этот вот стеклярус, это же, как получается, гелевой краски с липким слоем, и там внутри очень-очень много блесточек, помните, не помните, вот конфетти, может, если кто-то не знал, и у кого-то лежит без дела, доставайте, потому что в новогодних дизайнах прямо незаменимый вариант, вообще растянули, они разного размера, получается, и мелкие, и крупные, очень кайфово наносить сверху на любой цвет, потом закрываете топом, и блеск, конечно, вообще, вот 5 баллов. Можно прямо сейчас вот взять, я возьму, наверное, немножечко на кончик кисточки, вот видите, вот блесточек, чуть-чуть, и нанесу вот на белый, да, вот пусть где-то вот поблескивает, чтобы не скучно было, но на самом деле очень много взяла, сейчас я, конечно, поскромнее нужно быть, правильно же? Девчат, это будет под матовым топом, и несмотря на то, что даже будет матовый топ, все равно будет видно, будет прикольно, там где-то мерцание на заднем плане, прикольно, вот на любой цвет, можно от кутикулы, да, как бы сделать, как градиент растянуть на весь ноготь, можно добавить там под кутикулы, на свободный краешек, можно, ой, украсить вообще запросто, можно такими блесточками, они будут не сильно навязыстые, так, вот тут нам девчонки что-то пишут, да, 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 вот девчонки знают, помнят эту коллекцию, я бы сейчас такой набор купила, вот опять же, по-моему, в наборах нет, но отдельные цвета, причем, знаете, мне кажется, именно с мелкими, которые продаются, по-моему, в магазине, я вот сейчас не очень уверена, может менеджер опять же подскажет, видите, тоже целая банка, это у меня наборчик с прошлого года стоит, и вот остаточки остались, очень классные, вот мелкие, тут золотистые, вот разноцветные, и с крупными тоже кайфовые, они вообще такие классные, плоско ложатся, знаете, как бы вообще там, я с мелкими, вообще блестками использовала практически весь набор, так, ну что, значит, надо обязательно все-таки отделить, кто о чем, а я, как всегда, в золотых полосочках, да, чуть-чуть, тонким-тонким слоем, добавлю текласс, мне чисто, чтобы полоски прилепились, чтобы они потом не поднялись, ну раз уж я тут затеяла такую идею, и то, и то добавить, ну вы же знаете, кто следит за нашими прямыми эфирами, вот, все лучшее сразу, да, и то, и вот это, и это сюда, и это потом, и это не забыть добавить, так, берем, значит, текласс, прикрепляем полосочки, да, давайте мы сейчас, такую вот тоненькую возьму, все, самое, самый дефицитный товар, это тонкие вот эти вот золотые штучки, дрючки, просто дизайн без полосочек, без золотых, стоит 70 рублей, а с золотом уже 170, все, золото нынче подорожало, и поэтому, мне нужна просто четкая граница, на самом деле, что-то я поскромничала, можно было и пошире линию, полосочку взять, ну, пошире, это уже дороже дизайн получается, девчата, я, конечно же, прикалываюсь, но правда, этот дизайн, который вот, я сейчас и то, и это добавляю, просто, понимаете, в прямом эфире показывать дизайны, два притопа, три прихлопа, ой-ой-ой, смотрите, какой красивый цвет, и все на этом, мне кажется, неинтересно тогда, для чего все это, поэтому мы пытаемся разные техники вставить, да, вроде бы, совершенно не к сложному варианту дизайна, правильно же, так, ну что, я хочу слайдер, все, что на бумажной основе, абсолютно все, да, значит, обязательно размачивается в водичке, так, и я подозреваю, что мне вот это тут, вот я сразу, наверное, вот так сделаю, вот так, который самый торчащий листик, я его чуть-чуть ликвидировала, потому что, и этот тоже, оп, в длину мне нужна веточка, прикольная, так, все вырезала, девчат, и водичка, водичка у меня тут есть в кустах, оп, вот, мокрая салфеточка у меня лежит, как всегда, в коробочке, так, и прицеплять буду вот сюда, о, кстати, можно сюда что-нибудь, давайте, дорого-богато же должно быть, давайте снежинку, или звездочку, не, звездочка немножко по цвету просто не подходит, снежинка тоже вы мне скажете, ну, пусть будет снежинка, в честь сегодняшнего дня, мне, знаете, у меня есть подружка, Ксюша, и она любит, когда идет снег в Ростове-на-Дону, а я не люблю, когда в Ростове ведет снег, потому что очень долго жила в Иркутске, и там 7 месяцев зима, то есть для Иркутска зима, это прилично, примерно, это все понятно, а вот в Ростове-то какое-то недоразумение, потому что как только выпадает снег, все, на дорогах все стоит, никуда не уехать, никуда не приехать, такое впечатление, что стихийное бедствие, так, ну-то я ударилась в воспоминания, так, да-да-да, я бы сейчас, да, отдельно продается, присоединилась, почему слайдер может топорщиться, так, нас сегодня завалило снегом, вот Елена пишет, значит, так, я вернусь, вот галочка спрашивает, почему слайдер может топорщиться, вот мы сейчас будем слайдер прикреплять, и мы давайте все это дело обсудим, значит, у слайдера нет липкого слоя, слайдер это пленка, пленку нужно прикрепить на липкость, и это очень важно, если у вас нету слайдер топа, который есть у нас, слайдер топ, он с липкостью, Тогда лучше нанести, допустим, тоненький слой базы И прикрепить на липкость пленочку Так, ну у меня тут снежинка Значит, вот здесь мне нужна липкость Вот прям вот здесь, видите, закрепляем шермикончики заодно Так, тонкий-тонкий слой Все промежуточные этапы связаны с промежуточным перекрытием ноготочка Надо стараться делать очень-очень тонким слоем Прямо практически с продиранием Так, просушиваем Просушиваем 10-15 секунд Берем слайдер Да, он очень легко отходит от бумажного носителя Никаких проблем нету Так, и мы говорим с вами сейчас про работу с объемными, да, слайдерами Я думаю, что у многих мастеров есть такие в работе Вот смотрите, я сюда веточку прикрепляю Хоть она там с какими-то белыми вкраплениями Но тем не менее смотрится очень даже интересно И блесточки, да, выглядывают Так, ну и чтобы было дорого-богато, как положено в Ростове-на-Дону Сюда мы придавим, приклеим снежиночку Теперь, девчат, обязательно просушиваем Обязательно процесс полимеризации продолжается Вообще слайдер топ или база или любой другой гель-лак сохнет 30 секунд Перед прикреплением слайдера я обычно недосушиваю немножко гель Для того, чтобы поверхность была очень жирная Чтобы слайдер можно было подвинуть, раздвинуть, сдвинуть туда, куда мне нужно и натянуть После этого, как я только расположила слайдер туда, куда мне нужно Я обязательно еще досушиваю те недостающие 10-15 секунд еще И вот уже после этого вы не сможете слайдер сдвинуть ни при каких обстоятельствах Все, вот оно прилипло, слышно? Слышно? Все, вот оно прилипло Теперь вы четко должны себе подавать отчет в том, что мы обязательно должны перекрыть Ну а так как наша тема сегодня вязаный маникюр То вот на этих цветных вот этих участках я, конечно, добавлю какую-нибудь вязаную строчечку Да, вязаную какую-нибудь косичку Поэтому, девчат, перекрываем Хотите, можете перекрыть и глянцевым топом Не важно Но просто эффект больше будет виден именно на матовой поверхности Да, такие у нас вязанные наготули получаются Поэтому мы сейчас Ой-ой-ой, простите, простите, кое-что забыла Очень важное Так вот, чтобы матовый топ Очень хорошее было сцепление со слайдером Чтобы слайдер потом никуда не лез, не облез, не залез Нужно обработать праймером или ультрабондом Что такое праймер или ультрабонд? Это практически двойной скотч, да? То есть с помощью его мы закрепляем То есть, грубо говоря, наносим клей Клей на поверхность слайдера Причем объемные слайдеры можно прямо пропитать ультрабондом Прямо не боясь То есть растворится пленочка, на которой находится Вот этот прорезиненный рисунок Вот То есть вы пропитываете ультрабондом Хорошенечко-хорошенечко обрабатываете Толщины никакой не имеет Высыхает И остается только липкость То есть если вы сейчас потрогаете вот эту ветку Она будет липкая Вот Ну а теперь вот после этого уже закрываем топом Хотите глянцем, хотите матовым Я покрою матовым топом И чтобы объем у картиночек сохранить Нужно будет излишки топа убрать с поверхности слайдера Сначала я наношу вот тоненько-тоненько, да? Сейчас, девчат, тянется какой-то у меня волос Ага, все, убрала Так, покрыла И теперь, девчат, я беру кисточку Не знаю, можно кисточку для градиента, например, взять И вот смотрите Вы убираете излишки Вот кисточка для градиента Она же такая простриженная Вот я, например, беру И как бы не полностью снимаю А просто убираю излишки И картиночка остается объемной Вот убираю излишки Чтобы вот чувствовался вот этот вот объемчик Нашего объемного слайдера Убираю, убираю Вот кисточку вытираю Убираю Вот тут у меня один листочек Все, убрали, убрали, убрали Лишнее, да? И просушили Так, просушили И, девчат, мы уже с вами тут намешали Еще раз повторю То есть можно, в принципе, для работы брать гель-лак Но гель-лак, он жидкий сам по себе Поэтому имеет смысл, например, взять капельку гель-лака И в него добавить немножечко белой пасты То есть это будет и уже не очень жидкий материал, да? Но и не густой Потому что песок, например, когда попадает на импасту Он глубоко не погружается, понимаете, в материал Получается, остается наверху Да, просушите Да, будет поверхность бархатистая Но этот песок, оставшийся наверху Он очень-очень быстро сотрется с поверхности Потому что гель-лак это Ой, простите, импаста Жесткий материал А гель-лак, он сам по себе быстро сотрется Потому что очень, очень, скажите очень жидкий материал и рисовать неудобно, и растекается и разбегается и так далее так, ну а тем временем у нас досыхает наш ноготочек и у меня тут вопросик да Галина спрашивает, ага, прошу прощения, я имела ввиду шармикон шармикон, Галь, что такое шармикон? шармикон это наклейка, да она находится на пластиковом носителе это не слайдер, он не размачивается в воде, шармикон это наклейка снимается просто с носителя и приклеивается приклеить нужно на идеально гладкую ровную поверхность без липкого слоя, потому что липкость на липкость она не приклеивается, и когда вы закрываете топом, он поднимается он начинает топорщиться, да, там с краешков, и вот например некоторые мастера вытирают дисперсионный слой с покрытия, вытирают но, вот вы же, опять же, тут надо теоретически к этому вопросу подойти понимаете, гирлак это пористый материал и дисперсия образуется для чего? для того, чтобы было хорошее сцепление слоя со слоем, правильно же? то есть как бы, чтобы последующий слой хорошо, хорошее было сцепление с предыдущим слоем, если вы вытрите дисперсию то наклейка хорошо наклеится но, потом, закрыв ее топом вы увеличите процент вероятности сколов, потому что не будет хорошего сцепления, поэтому мы, например рекомендуем, каким образом шармикон наклеечку наклеивать на идеально гладкую ровную поверхность, в нашем случае мы любое цветное покрытие закрываем текласом, топом без остаточной липкости просушиваем 30 секунд, наклеиваем наклейку и тем же текласом можем закрыть сверху, либо любым другим матовым топом, либо другим матовым глянцевым топом, мне абсолютно не важно, просто топ теклас, глянцевый топ без липкого слоя теми мы используем и как промежуточный этап, и как завершающее покрытие Добрый день, Ольга написала Так, ну и теперь тут, девчат, дело техники Тут на самом деле можно уже все что угодно нарисовать даже просто полосочки, даже просто какие-нибудь палочки, галочки, и то будет прикольно смотреться. Давайте, чтобы сильно, как бы уже долго не сидеть, давайте вот я, например, вот так сделаю Все, и пошла-поехала Так, хорошо бы кисточку только, да, все лишнее убрать Можно, например, подбирать четко, например, там гелевую краску да, под цвет покрытия Вот, ну а я сейчас сделала цвет чуть-чуть светлее, чем фон Смешала гель лак с пастой, девчат, так материал получается погуще немножко Сейчас вот рисую, поймала себя на мысли Сейчас вот опять сделала близко, да Можно все-таки песочек, он когда насыпаешь на гель лак, на гелевую краску на импасту Он немножко расширяет любой рисунок Поэтому можно было увеличить расстояние И я его сейчас чуть-чуть увеличу Хотя на самом деле, типа, буду сделаю вид, что так и задумано Так, вот так полосочки Так, все окончания, да, чтобы все четко было Так, ну и здесь тоже самое придется сделать Хотя на самом деле, ну а кто сказал, что нужно? Может быть, у меня такая задумка, что в нижней части, например, есть что-то такое теплое, вязаное То в верхней части, например, пусто А почему бы и нет? Ну, кому как больше нравится Правильно же? Да, правильно Так Все окончания Ой, простите, я куда-то уехала с экрана Девчат, ради бога, простите Подстраиваюсь под камеру Так, так, так Аккуратненько продублировала Так, все окончания И, конечно же, берем бархатный песочек И насыпаем на мокрую гелевую краску Да, на мокрую Еще раз повторю, что мы насыпали В бархатный песок и смешали С полупрозрачной пылью Номер 24 Вот, хотя есть миллион других Каких-то полупрозрачных Но просто прикольно смотрится Так, не знаю, мне кажется Прям по-новогоднему, когда Что-то оно блестит, правильно? Каждый последующий слой Прибивает предыдущий Прям просыпаю Прям вот на пальчик, на пальчик, на пальчик Вот, и просушиваем Уже сказала, что минимум просушиваем Две минуты А лучше бы 3-4 минутки Пусть пока сохнет Я уберу пока в сторону Так, и еще раз повторю Что мы сегодня просто взяли в работу Бархатный песочек от компании Эми И делали с ним вязанный маникюрчик Да, то, что у нас с вами То, что стояло в моем задании Сегодняшнем Вот, и использовали новые декорации Которые вышли в работу мастера Прикольные штучки Бедрючки всегда украшают Всегда в тему В прошлом году тоже очень много Вариантов делали Я думаю, что это еще не конец Мы, конечно же, будем их добавлять В работу Так, и слайдеры Скоро еще выйдут новые гель-лаки Девчат, кстати говоря Я сегодня узнала Новые налдрессики Еще раз повторюсь 122 и 123, да? 122-й Это миссия Рождество А 123-й Не скучный праздник Микки Мауса И Деда Морозика Ну, дань моде Дань моде Так Значит, поднимаю глаза Галина спрашивает Ага, говорит Спасибо нам Так И на какой материал Можно наносить бархатный песок Я прослушала Еще раз, наверное Может быть, для всех Да, повторю Девчат Итак Что значит Важно знать Про бархатный песок Значит, бархатный песок Да, это материал Который делается Дизайн Делается с помощью бархатного песка На готовой поверхности То есть Цветное покрытие Перекрыто Либо глянцевым топом Либо матовым топом Не важно Наибольший эффект Все-таки получается Когда вы делаете Это на матовой поверхности Значит Песок сыпется Значит На рисунок Который вы выполняете Либо гель-лаком Либо гелевой краской Либо эмпастой Мы пытались сегодня Говорить о том Что можно на любой материал Насыпать И на гель-лак И на гелевую краску На эмпасту Но Дело в чем Дело в том Что гель-лак Гель-лаком рисовать Не очень удобно Он жидкий Он течет И пока какую-нибудь косичку Нарисуете Или какой-нибудь рисунок То, конечно же Он растечется Побежит Натечет И как бы испортит Вам всю вашу работу Эмпаста Это наоборот Очень густой материал И, конечно же Она не плывет Не течет Но Песок Не погружается Глубоко в эмпасту За счет того Что она очень густая И получается Просушите И эффект бархатного песка Остается только сверху Причем очень быстро Затирается Так как Песок Не углубился В глубину Самый идеальный вариант Это, конечно Гелевые краски Потому что Гелевые краски Они не такие жидкие Как гель-лак И не такие густые Как эмпаста Правильно же? Правильно Так вот Сейчас, понимаете Мастера Очень много работают С гель-лаками И не парятся По этому поводу Вот Поэтому Эмпасту все равно Используют в работе Почему? Потому что Эмпаста Ну удобно ей рисовать Вот как ни крути Не плывет Не течет Классно ей Любой рисунок Можно нарисовать Как под финиш Так и на финиш Вот И получается Что, конечно же Эмпаста Довольно-таки Ходовой товар Так вот Бархатный песочек Можно насыпать На гель-лак Смешанный с эмпастой Получается Не такой жидкий Но и не такой густой И получается Очень долго стоит Так Надеюсь Что я понятно Объяснила Дизайн интересный Так Все Марина Так Здравствуйте Здравствуйте Привет Как ты? Александр Привет Как ты? Так прикольно Арина пишет Оксане Спасибо Я как всегда Познавательна Итак Все Новые материалы Я вам показала Правильно же? Правильно Вы про старые материалы Тоже вспомнили Вот Девчат Конечно же Всем Хочется Пожелать Хороших Добрых клиентов Понимающих Да Сейчас я вот Девчат Пытаюсь Типсики просто Прикрепить И на весь ноготь Да И с рисунком Вот так Значит Любые цвета Подойдут Абсолютно Непринципиально Важно Да Важно просто Иметь Бархатные песочки Если Бархатного песка Нет Девчат Можно акриловую пудру Использовать Ну Немножко эффект другой Но тем не менее Можно Почему бы и нет Тут вот сердечки Тут вот круглая косичка Здесь прямая Здесь из трех ниток Здесь шире Уже Зигзаги Звездочки Вот такие Галочки На самом деле Все-все-все Можно сделать Абсолютно Без всяких проблем Так Времечко наше Конечно же Подошло Ооо Я уже даже Переборщила Чуть-чуть Да Значит по времени Девчонки Всем огромное спасибо Спасибо за ваше внимание Встречаемся в следующей четверке Надеюсь Тему конечно же Объявят в расписании Вот Всем удачи Всем тепла в душе Хорошее настроение Побольше денежных клиентов Вот И всего самого хорошего Пока До встречи Субтитры сделал DimaTorzok